Рыбалка 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 В Лосы Самые нахоженные тропинки ведут на Нижнюю Волгу Что бы не говорили скептики рыбалка здесь по прежне увлекательна в любой сезон и в любую погоду И снова мы на Нижнюю Волга Рыбалуновый фестиваль Волжский трофей 2011 И еще до открытия многие участники решили убедиться есть ли здесь рыба В этом решил убедиться и я удачи чтобы эту рыбу поймать главное правильно выбрать место и приман на 12 стоим на 13 нормально на такой страсти еще никогда жизни ловил первые забросы иногда приносят неожиданную добычу кувшин с золотыми монетами рак впрочем рыба тоже клюнет куда она денется надо сказать что мой друг эрикс как и все мы очень любит рыбу во всех смыслах этого слова дайте поцелую это суда судачина она что за рыбак от от морской сад только смотри аккуратно о как получилось у нас только там там сюда и в салоне закидывает там и это просто в этот кинь ее сачок в садов мы ее по-честному уважаю законы стоп сломайте ему спасибо на ухо на ухо если с рыбой обращаться ласково она обязательно приведет друзей и родственников вот и семья Волчковых неоднократно в этом убеждалась первая рыбка поцеловать не забудь бабушку дедушку это самое всех своих старых старых старших родственников старшие родственники начали прибывать большой причем даже парами самодельные стримеры эрикса редко возвращаются без добычи главное правильно выбрать место время и проводку заброс закрываем быстрее проводочка водка очень быстро до тех пор жришок пусть и белки ну как хорош собой спасибо жришок сейчас будет следующий Опа, есть. Сказал, выйдет на кормежку с утра. Этот покрупнее, поэтому его ожидает другая участь. На палачок оставим. Любовь Жериха к этим стримерам от погоды не зависит. Даже при шквальном ветре можно ждать сюрпризов. Ой, два, два, дайте, пацан, два. Я и смотрю, что-то. Скорее, а то оборвет. Все, наверное. Ушел. Давай, давай. Я жарю хорошие. А их, оказывается, два. Я чувствую, что большой. И все-таки, даже в слаженной компании рыбалка у каждого своя. Вот любители посидеть на берегу с удочкой спрятались от волжского ветра. На небольшом озерце, которое здесь называется Ериком. И ловят карасиков. Размер которых, правда, намного превосходит подмосковный стандарт. Вот он, Нижневолжский карасик. И далеко не самый большой за сегодня. Но приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Павел. Ну, как ощущения? Отлично. Ну, поплавок вообще не ловлю. Ну, там, третий раз в жизни поплавок ловлю. Вот. Трофейчик. О, парень, я тебя забыла. Выводим, выводим. Идет, идет. Черный. Ой, красивый. Стянула, наверное. Сама-сама. Много поймали уже? Да. Ой, полный садов. Кажется, потом. Ну, можно сейчас покажать. Либо потом. Ну, как удобно. Ну, давайте. Я сама не подниму, Соня? В общем-то, привычка хвастаться добычей и несколько преувеличивать ее размеры. Это, конечно, неотъемлемая черта рыболова. Это жаба. Быстрее ты тащи, что ты медленно так тащишь. Да дай удовольствие, молочи. Пацак, пацак, пацак. Да, да, да. Наша! Вот она она. Сегодняшняя мамка. Стоять. Стоять, подруга. Ну, где-то килограммчиков три с половиной. Трех. Три с половиной, три с половиной, четыре. Да нету трех, Соня. Да нету трех. Такого руку подает. Ну, я вляпу. Ну, что утро удалось. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, пятнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Но, разумеется, не размер добычи и не спортивный азарт составляет главное удовольствие от рыбалки. Главное, это все же друзья и общение с природой. Пусть даже иногда это природа и проявляет себя достаточно недружелюбно. Вот на озере Вожа ничто вроде бы не предвещало никаких катаклизмов. Ну, изначально про этот водоем мы рыли в интернете. Мы с Эриксом вместе смотрели, собирали информацию, спрашивали, кто знает. Вот. Идея родилась и выжила. В реале превратилась. Собрали лодки, вышли на воду. Рыбалка была не то, чтобы особенно удачной. Клевал в основном окунь и некрупный судар. Знаешь, как на океа, окская зелень. Понял? Белый, зеленый спинка. Да, да. Ну, он, понимаешь, я тебе говорю... Я и балансировал. ...ходит этим, стайками где-то. Да, да. Он ходит, он не стоит. Локально так. И все. Он не стоит. И все же, на берегу многим было чем похвастаться. Кулачки, кулачки. Не, не, у него кулачки, короче. Но совершенно неожиданно небо стало черным. Налетел шквалистый ветер. Разгулялось с озера Ложи. И где-то в небе заработала машина по производству льда. Надо что-нибудь положить к нему такое, чтобы... Какую-нибудь спичную коробку или зажигалку. Вот она, Лето. Да, вы заказывали половину, холодильник. Прямо напротив нас. Ладно, вы посмотрите на двигателя. Чего-нибудь сколы есть? Да нет, на двигателях ничего нет. Ну, там сложно. Пластику ничего не помню. Когда град стих, и все вылезли из палаток, совершенно неожиданно обнаружилось, что меня-то на берегу и не было. Народ заволновался. А где здесь тряпся? Негде. В лес за день. Вот мы километров 10 проплыли. Один камышем, все, никакого подхода к берегу. Вот это единственное место. Хорошо, что у нас были портативные рации. Что, ты заберешь меня? Да, Андрюш, слышу. Слышу хорошо. В общем, мне пришлось пережить немало неприятных минут. Но все хорошо, что хорошо кончается. Все, все, что было. Покажи поводу. Воспомнишь тебя? Вот теперь я такой. Образно. Все начало смеркаться. Пошел град. Чуть меньше куриного яйца. Пошел проливенный дождь. Честно сказать, в этот момент было немного страшновато. Спасаясь от данного рода катаклизмы, укрылись в старой разрушенной церкви. Возможно, какие-то магические силы туда нас привели. Вот эта церковь, которая укрыла от непогоды отчаянных рыболовов. Давайте в ней и закончим эту программу. А в следующей поговорим о зимней рыбалке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok